Викиум. Тренажер для мозга. Твой мозг отвечает за множество функций. Например, за логику, эмоцию, внимательность и реакцию. И еще очень много сложных и очень важных функций, необходимых человеку. С Викиум ты сможешь прокачать свой мозг с помощью специальных игровых тренажеров и значительно улучшить свои когнитивные навыки. Все тренажеры созданы по научным методикам. С Викиум ты будешь добиваться больших результатов, чем остальные. Викиум поможет тебе в различных сферах жизни. Учеба, работа, коммуникация с людьми и саморазвитие. Заходи на Викиум и приступай к тренировкам прямо сейчас. Ссылка будет в описании. Приветствую вас, дорогие. В догонку к видео о живой пище решил сделать дополнение по ежкам, тренажерам, дрожжами и так далее, потому как очень часто слышу споры и игнорирование этих, так сказать, продуктов. Люди порой реально защищают то, от чего не в состоянии отказаться. Если мне хочется, значит организм просит. Его не обманешь. Знакома фраза, да? Если бы все это было так вредно, как вы говорите, это не лежало бы на прилавках. За этим следят компетентные органы. Кстати, насчет блюстителей качества товаров. В феврале 2010 года власть отменила обязательную сертификацию продуктов питания под предлогом ее бесполезности. Ныне процесс увеличения доли вредных продуктов достиг апогея. Далее будут изложены все продукты, которые категорически нельзя употреблять. Глутамат натрия Е621 Нельзя есть продукты с Е621, глутамат натрия. Берете упаковку товара, в магазине читаете. Если указан глутамат натрия, не покупайте ее вообще. Глутамат натрия является мощнейшим усилителем вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые неожиданные продукты, дабы подсадить на них население. Бензоат натрия Е211 Вред пищевого консерванта 211 заключается в сильном канцерогенном воздействии на человеческий организм. По данной причине консервант Е211 запрещено использовать в процессе производства продуктов питания во многих мировых государствах. Чего не скажешь о нашей великой стране. Этот консервант содержится практически во всех консервах, газировках, пресервах. Вред бензоат натрия предположительно связан с окислительным стрессом, что может вызвать нейродегенеративные заболевания. Отмечается также негативное влияние на здоровье детей в сочетании Е211 с искусственными красителями. Достоверно известно, что это вещество влияет на развитие злокачественных раковых опухолей. Никакой газировки, ты ведь сражаешься с диабетом, не забыл? Что? Сахарозаменители Все заменители сахара обладают сильным желчегонным эффектом. У людей с заболеванием желчевыводящих путей заменители сахара могут обострить течение болезни. А в газированных напитках заменители сахара вообще мало кто принимает всерьез. И напрасно. За воду с нулем калорий расплачивается предстательная железа. Ацесульфам Е950, он же СВИТ-1. В 1974 году в США признан медиками медленно действующим ядом и веществом, способным ускорить развитие злокачественных опухолей. Аспартам Е951. Коммерческое название СВИТ-ли. Сластин, сукрозит, нутрисвит. В 1985 году обнаружена химическая нестабильность аспартама. При температуре около 30 градусов Цельсия в газированной воде он разлагается на формальдегид, канцероген класса А, метанол и фенилаланин. Цикломат Е952. С 1969 года запрещен в США, Франции, Великобритании и еще ряде стран из-за подозрений, что этот подсластитель провоцирует почечную недостаточность. В странах бывшего СССР наиболее распространен из-за низкой цены. Ксилит Е967. Пищевая добавка, представляющая собой сладкий многоатомный спирт. Ксилит встречается в небольших количествах в различных фруктах и растениях. Ксилит после обработки представляет собой кристаллы белого цвета без запаха. Получают ксилит из хлопковой шелухи и кукурузных початков. По некоторым данным может вызывать рак мочевого пузыря. Сорбит Е420. В больших дозах, более 30 граммов за один прием, вызывает расстройство желудка. Ну и фруктоза. Фруктоза еще теснее связана с ожирением и диабетом, чем глюкоза. С точки зрения диетологии, ни фруктоза, ни глюкоза не содержат жизненно необходимых питательных веществ. Тот факт, что переедание фруктозы может вызвать резистентность к инсулину, был известен еще в 1980 году. Здоровым участникам исследования давали избыточную фруктозу, составляющую 1000 калорий в день. И результаты показали ухудшение их чувствительности к инсулину на 25%, и это после 7 дней эксперимента. Тем, кому давали дополнительные 1000 калорий глюкозы в день, не показали подобного ухудшения. Так что, увидев на упаковке продукта надпись «не содержит сахар», убедитесь, что добросовестные кондитеры не впихнули в состав фруктозу. Трансжиры Трансжиры – это специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем. Жидкие растительные масла в результате процесса гидрогенизации превращаются в твердые растительные жиры – маргарины, кулинарные жиры. Гидрогенизированные жиры имеют искаженную молекулярную структуру, не характерную для природных соединений. Страиваясь в клетки нашего организма, трансжиры нарушают клеточный метаболизм. Гидрогенизированные жиры препятствуют полноценному питанию клеток и способствуют накапливанию токсинов, что является причиной заболевания. Пальмовое масло По сравнению с другими видами масел, содержание насыщенных жиров в пальмовом масле откровенно зашкаливает около 50%. При частном потреблении продуктов с ним в составе, а производители не оставляют нам выбора, используя данное масло повсеместно, это грозит повышением уровня плохого холестерина в крови и сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты связывают питание на основе пальмового масла с высоким риском ожирения и изменением кишечной микрофлоры, нарушениями пищеварения и формированием вредных пищевых привычек. Пальмовое масло содержится в детском питании, кондитерских изделиях, шоколаде, кисломолочных продуктах, на нем жарят полуфабрикаты. Стоит также помнить, что далеко не все производители указывают его в составе своих продуктов. Масло 72,5% нельзя кушать ни в коем случае. Это трансжир – растительное масло низкого сорта, разбитое водородом. Масла меньше 82,5% не бывает. Если не получается найти такое масло, то лучше есть растительное. Лучше съешьте 2 ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или килограмм трансжиров. Употребление продуктов, содержащих трансжиры, снижает способность организма к противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения депрессии. Продукты питания, содержащие трансжиры. Маргарин, мягкие масла, миксы сливочных и растительных масел, рафинированное растительное масло, майонез, кетчуп, продукты фастфуда, картофель фри и т.д. Для приготовления, которые использовались гидрогенизированные жиры. Кондитерские изделия, торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д. Для изготовления которых использовался кулинарный жир. Снеки, чипсы, попкорн и т.д. Замороженные полуфабрикаты. Дальше. Малосольная селедка в пластиковых упаковках. Малосольная селедка хранится только в масле, ни в каком уксусе, в вине она не хранится. Если селедка без масла, значит в нее добавлен уротропин. Во всем мире уротропин признан очень опасной добавкой и запрещен. Образуется при взаимодействии аммиака с формальдегидом. Икра малосольная. Принцип тот же. Икра долго не хранится, только в замороженном виде или сильно соленая. Если продается слабосоленая, значит в нее добавлен либо уротропин, либо лимонная кислота. Может быть добавлено что-то другое, но на выходе все равно получается формальдегид. Далее перечислю заведомо генно-инженерные продукты. Крабовые палочки. Крабовые эссенции смешаны с соей. Вопреки названию, крабовые палочки вообще не содержат мяса крабов. А с 1993 года производители были юридически обязаны маркировать их крабовые палочки ароматизированные. Далее какао. Арахис. Вживляется ген петунии. Страшное ядовитое вещество. Даже насекомые арахис не едят. Импортный картофель. Зеленый горошек. Консервированный. Кукуруза консервированная. Кукурузные палочки и хлопья с сахаром. Если покупаете кукурузные хлопья, палочки, они должны быть только не сладкие. Потому что сахар не используют в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов. Поэтому используют сахарозаменители. В данном случае цикломат. Каши и крупы с ароматизаторами. И красителями идентичными натуральным. Это химические вещества, имеющие запах привкус. Груши, клубники, бананы и так далее. Ничего натурального здесь нет. Леденцы. Барбаризм. Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы слегка намоченную конфетку оставите на скатерти, она прожжет скатерть насквозь вместе с лаком. Уничтожается даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком. Джемы. Мармелад. Мощнейшие антиокислители. Никогда вы не сможете сохранить вишню в таком первозданном виде. Ничего общего с тем, что было при СССР, нынешний мармелад не имеет. Это просто чудеса химической промышленности. Смертельно опасно. Продукты быстрого приготовления. Лапша быстрого приготовления. Растворимые супчики. Картофельное пюре. Бульонные кубики. Растворимые соки типа юпи и зука, если еще такие остались. Все это сплошная химия, наносимая вред организму. Сырокопченые колбасы и прочие. Они из генно-модифицированной сои. Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их составе сало, внутряной жир, свиная шкурка занимает до 40% веса. Оно маскируется под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Ни о какой натуральности в данном случае вообще речи не идет. Берется тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машинке гель расколбашивается вместе с кусочками шейки и к утру получается огромный кусок мяса. Как такового мяса в нем не более 5%, все остальное гель. Каротинин, усилитель вкуса, усилители цвета. Розовый цвет такому мясу придают усилители цвета вместе со специальными лампами. Если выключить лампы в витрине, вы увидите, что цвет зеленоватый. Как раньше, уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых опять-таки формальдегид. Молочные продукты длительного срока хранения, более 2 месяцев. Все, что хранится более 2 недель, употреблять нельзя. Асептическая упаковка – это упаковка с антибиотиком. Арбузы, если вас пронесло 10 раз, то на 11-й может не пронести. Арбуз удобряется такими веществами, что это первый кандидат на отравление. Перец. Не в сезон. Абсолютно генно-модифицированный продукт. Кексы в упаковках. Рулеты. Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Они месяц будут лежать, и через месяц они будут такими же. Конфеты. 90% шоколада – это вовсе не шоколад, красители-заменители. Шоколадные батончики – это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами. Сочетание большого количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Заморские чаи. Ароматизированные чаи. И многие наши. Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает, и нет никакого дополнительного вкуса. Все ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то еще с какой-нибудь там кислотой. Привыкание возникает мгновенно. Нам необходимо все эти кислоты вывести из организма. Рафинированное дезодорированное растительное масло. Данное масло нельзя использовать в сыром виде в салатах. Масло, произведенное фабриками для производства, является заведомо не предназначенным в употреблении продуктом. Такие масла не несут никакой пользы пищеварительной системы, заглушая ее работу, блокируя жирной субстанцией все процессы пищеварения. Сладкие газированные напитки. Это смесь сахара, химии и газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Кока-кола, например, замечательные средства из висковой накипи и ржавчины. Подумайте хорошенько, прежде чем отправлять такую жидкость в желудок. К тому же газированные сладкие напитки вредны и высокой концентрации сахара. В эквиваленте 4-5 чайных ложек, разбавленных в стакане воды. Поэтому не стоит удивляться, что, утоляя жажду такой газировкой, вы через 5 минут уже снова хотите пить. Соки в пакетах. Ни о каких натуральных соках в данном случае речи не идет. Нет натуральных соков в продаже в пакетах. Нет. Не смейте поить ими детей. Это чистая химия. Клубника зимой. Абсолютно бесполезный продукт. Ни одного витаминчика там нет. Съешь клопика. Спасибо, я завязал. Все равно это примерный список продуктов, от которых стоит отказаться полностью. Его спокойно можно дополнять, благо индустрия не стоит на месте. Конечно, стоит отказываться или нет решать вам. Сейчас в сети полно информации, которая полностью обеляет все то, что было перечислено. И даже доказывает пользу всех этих элементов для человеческого организма. И многие наверняка выберут именно этот путь, потому что, ну, зачем эти страшилки? Это скучно. Вы все врете и так далее. Но помните, что от этого выбора зависит не просто ваше самочувствие и физическая активность. А зависит жизнь. Ваша жизнь и жизнь ваших детей. Как мне кажется, не стоит играть в рулетку ценой игры, в которую может стать прекращение рода на вашей персоне. Но у меня на этом все. Всем вам любви, мира, осознанности. Всех обнял. Дети, уже поздно. Хватит вам смотреть телевизор. Я его выключаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok